Футбол это жизнь, самая большая страсть и удовольствие, утверждают участники турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». За возможность выйти на городской этап соревнований в советском районе Самары боролись 15 команд из разных возрастных категорий. Лучшие шесть сегодня встретились на поле вновь, чтобы заявить свое право на лидерство. По итогам матча и первое заслуженное место среди юношей 12-14 лет отдано команде 91-й Самарской школы. В возрастной категории от 9 до 11 лет на пьедестал почета с победой отправилась команда школы «Яктылык». Все они примут участие в городском этапе соревнований. Ребят поздравил глава советского внутригородского района Вадим Бородин. Здоровье детей, здоровье нации, здоровье наше будущее. И дети, конечно, в свободное время занимаются футболом, одним из таких популярных видов спорта в нашей Российской Федерации. Победит сильнейшая, а там кто сильнейший будет, какой район. Мы все равно все вместе, это единый город, единая душа, поэтому мы все вместе. Вторые и третьи места поделили между собой команды 176-й Самарской школы и гимназии «Перспектива». В общегородском турнире участвует около 200 команд в двух возрастных категориях. Игры продолжатся до 31 августа. Второй этап соревнований пройдет с 22 по 24 июля на футбольном поле площади Куйбышева. В нем примут участие команды, ставшие победителями районных этапов турнира в каждой возрастной категории среди мальчиков и девочек. Команда советского района Самары готовится побеждать. По словам тренера Гали Гумерова, ребята настроены решительно. Все зависит от организации учебного процесса. Если учебный процесс организован правильно, профессионально, то не будет отбоя от желающих. Впервые турнир лета с футбольным мячом состоялся в железнодорожном районе Самары в 2009 году. Позже соревнований приобрели общегородской масштаб, а с 2011 года их начали проводить на территории области. На всероссийский уровень проект вышел в 2019 году. Тогда же к его реализации подключились 73 региона России. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.